Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Ранее специалисты управления рассказывали, что долг за аренду нежилых помещений составляет порядка 100 миллионов рублей. Это половина дохода, который за год приносит сдача муниципальных площадей. Программа Экономика. Предприниматели обучат работать с онлайн-кассами. Этим займутся работники налоговых инспекций. Они помогут бизнесменам разобраться с переходом на новое оборудование. Накануне так называемый «открытый класс» для предпринимателей начал работать в отделении налоговой инспекции на улице Азина 59 в Кирове. Есть он и в Кирово-Чепецке. Там предприниматели смогут узнать полную информацию о производителях контрольно-кассовой техники, операторах фискальных данных. Специалисты оказывают помощь при регистрации кассовой техники, помогают заключить необходимые договоры для работы с новым оборудованием. Напомню, по федеральному закону все предприниматели перейдут на работу с онлайн-кассами до 1 июля 2018 года. Большинство из них, в зависимости от системы налогообложения, должны будут сделать это уже до конца первого полугодия 2017 года. Это делается для того, чтобы все данные о доходах предпринимателей поступали напрямую в налоговую инспекцию. Тем временем предприниматели жалуются на завышение цен на онлайн-кассы. Обращения начали поступать в адрес Вятской торгово-промышленной палаты, пишет портал Айкиров со ссылкой на ВТПП. По словам бизнесменов, стоимость новой техники выросла втрое с момента начала внедрения касс до 50 тысяч рублей. Однако, как сообщает налоговое управление, провело мониторинг цен на контрольно-кассовую технику. Результаты его показали, что стоимость оборудования от производителя не выше 18 тысяч. Тем не менее, ВТПП совместно с региональным управлением Федеральной налоговой службы решили создать рабочую группу по мониторингу цен на новые кассы и доп. оборудования. Доллар сегодня 56 рублей 95 копеек. Евро 62 рубля 15 копеек. Мария Кожевникова. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM